Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь шестьдесят третья. Верою Раав блудница, с миром принявший соглядатаев, не погибла с неверными. Послание к евреям, одиннадцатая глава, тридцать первый стих. Вера Раав не была дремлющей или мертвой верой. У веровов она начала думать. Некоторые люди обращаются во время больших евангелизаций, и мне кажется, что у них либо нет ума, либо милость Божия никогда не захватывала их ум. Если вы не предложите им множество разных христианских мероприятий, то они покинут вас. Если вы спросите их, во что они верят, то они не в состоянии будут ответить на этот вопрос и не будут знать, почему они верят. Наверное, они верят, потому что другие люди тоже верят. Проповедник хорошо проповедует, они охотно его слушают. О, если бы у нас была большая армия задумчивых верующих, тогда ритуализм и рационализм причинили бы намного меньше вреда. Раав была задумчивой женщиной. У нее была своя система теологии. Она знала прошлое, знала историю о Черном море, об Оге и Сигоне. Ей было известно, что Бог в Своем завете обещал дать землю израильтянам и, исходя из этого, сделала заключение о настоящем. Раав приняла за факт, что Господь Бог должен быть на небе и на земле и сделала из этого выводы для будущего. Так у нее сложилось учение о настоящем, прошлом и будущем. Но здесь работал не только ее разум. Ее привели к активному решению в пользу Господа. Она подумала, «Бог против этого города, и этот город будет разрушен. Я погибну, если буду против Бога. Поэтому встану на его сторону и на сторону его народа. Я больше не хочу быть гражданкой Иерихона и отказываюсь от верности его царю». Она считала себя израильтянкой и действовала соответственно. «Хотелось бы, чтобы все наше существо было проникнуто верой, чтобы вера руководила нашими суждениями, осветила наш разум и помогла нам решительно встать на сторону истины и справедливости». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!